Сработало! Ну, держись, Петька! Опа-на! Полетели! Вот такой космический корабль, летающий тарелка. Она действительно летает. На удивление, плавно. Вот до чего, Василий Иванович, техника дошла. Право говоря, я уже дошел. Это Петька не наша. Это Петька инопланетная дошла. Нашим до такого еще далеко. Опа! Ай-яй-яй! Ага! Что, допрыгался, дружище? Устал! Какое тут здоровье! Чуть заживо не сгорел! Иначе инопланетяне озаруют. Да уж! Попадись мне! Какой под руку я бы его на куски покромсал! Чем же ты его кромсать собрался? Ох, ох ты! Я ж свой топорик-то на кухне оставил! Эй! Теперь пропадет! Не пропадет! Вот Петька топорик достанет! Он такой! Что хочешь, достанет! Работай, Петька! Да что ты такое говоришь, Василий Иванович? А я говорю, достанет! Лезь, кому говорю! На кухне всегда есть чем пожениться! Петька, Василий Иванович 4, эпизод 9! День независимости и перезагрузка! Подписываемся, жмем колокольчик, оставляем комментарии, делимся с друзьями! Итак, у нас компания Бука совместно... С компанией Сатурн Плюс представляю вас! Загружаем игру! Итак, поехали, друзья! Так, ну всё, здесь всё, что надо было, мы получили! Так, эти всё ловят! Так, друзья, так-так-так... Берём то, что мы взяли! Сначала... А может, Василий Иванович... Он там не один был в канализации! Вряд ли! Откуда ты знаешь, товарищ командир? Да интуиция, Петька! Интуиция! Так, шлангик нам нужно забрать... Молодец, Петька! Бери! Вещь хорошая, как практика показала! Да уж! Так, теперь нам нужно соединить шланг... ...с нашим... ...зондом Митя... ...и присоединить его к компрессору! Ну что же, можно попробовать? Можно! А пробовать мы будем с помощью нашего багра! А что, если вот это попробовать? Да-да! Руки коротки, Петька! Не достанем! Хотя... Попробовать-то можно? Опа! А ты, конечно, не достанешь! Подписываемся, друзья! Жмём колокольчики! Кто тут у нас? Ну и скажи мне, Петька, зачем мы сюда лезли? О, хвостатый губой! А ты, Василий Иванович, ничего такого подозрительного не замечаешь? Хвостатый! Наш начальник штаба! Сидит человек! А что же у этого человека? Хвост позади болтается! А? Да-а-а! И правда! Ах ты ж, сука такая! Инопланетный лазутчик! Вот так вот! Рубай его, Василий Иванович! А то он тут нашим всю малину портит! Ну, гад, допрыгался? Сейчас я тебя на колбасу резать буду! Шашки на голову! Не понимаете? Я начальник штаба! Пью! Вот так вот! Ну почему каждый раз по голове? Вам всё равно, всем крышка! Жив, подлюка! Это мы сейчас поправим! О, живучий гад! Остановите своими гуманизмами! Какой там гуманизм? Он ещё нам о гуманизме втирать будет! Завяжем его в узел! Вот так вот! По-твоему, мы к вам прилетели и хулиганим, а? Наша цивилизация заключила с вашим правителем договор, букве которого мы исследуем! На нашей планете все чтят закон, поэтому вы должны уступить! Объясняю! Никто вам планету отдавать не собирается! А то, что вы там с Ванькой Грозным порешили, нас не касается! С ним этот базар и перетирайте! Решать подобные вопросы не в моей компетенции! Так давай, связывайся со своими! Мне ведь не сложно! Я и начальству твоему объясню, что и как! К сожалению, у нас нет сейчас связи с нашей орбитальной базой! Всё! Он меня достал! Рубай, Василий Иванович! Я говорю правду! Единственный способ пообщаться с нашим руководством, это... Не тяни! Я ведь и сабелькой могу, ненароком! Молодь! Вам придётся лететь на нашу базу! Вот это номер! На это я не подписывался! Петька! Ну ладно! На чём лететь-то? Вы же всю нашу авиацию с космонавтикой прикрыли! А мы, Петька, на ихней тарелке полетим! Это абсолютно исключено! Вас туда не допустят! Молчи, гад! Как же мы туда проберёмся? Проберёмся, будь спокоен! Как-нибудь да проберёмся! Так, берём книжечку! Негодится! Это мои личные вещи! Это просто мародёрство! Молчи, гнида! Ещё раз вякнешь, и я из тебя паштет сделаю и Петьке скормлю! Книжица какая-то непонятная! Ладно! Ничего-ничего, пойдём потом! Всё! Так! Слышь, гад! А это ещё шоу тебя такое! Поскольку я являюсь военнопленным, то даже по вашим законам я не обязан отвечать на такие вопросы! Так ведь закон что дышла! Хе-хе! Ты бы ещё про Женевскую конвенцию вспомнил! Отвечай, пока я тебя шашкой не рубанул! Это клонообразователь! Аппарат для ускоренного клонирования! Ну вот, видишь, можешь, когда захочешь! Ну вот, что это за аппарат! А ну-ка! Хорошо! А почему я? Ну а кому ещё? Петя! В этот раз не отвертишься! Вот так всегда! Лонообразователь третьего класса активирован! Ой! Анализ объекта клонирования! Ой! Объект идентифицирован! Петька! Ординарис вульгарис! О-ка! Ой! Процесс клонирования не может быть начат из-за недостатка органических компонентов для создания клона! Вот так вот! Как же так, Василий Иванович? Какого ещё ей материала не хватает? Сказано же тебе, органического! Это как? Белки, понимаешь, жиры с углеводами и всё такое! Ну мы же это всё набрали, друзья! Помните? Искать будем! Да искать не надо, уже всё у нас есть! Мы уже всё собрали! Так, яйца! Органические компоненты! Начинаю анализ! А зачем ты, Петька, всё высыпал? А что? Двух бы вполне хватило! Ну вот! Это не в том смысле яйца, Василий Иванович! Яйца? Это источник белка! Вот так вот! Так, картошечку! Петька! Как ты говоришь, картошки набрал? Да так! Как сначала одну взял, потом вторую, потом третью! Спасибо, Петька! Я всё понял! Очень информативно! Хе-хе-хе! Так, вот так вот! Налаживаем туда! Привет! Органические компоненты! Начинаю анализ! Картошка! Это углеводы! Правильно, Петька! Без углеводов никак! Количество углеводов в норме! Отлично! Теперь нам нужны жиры! Это масло я, можно сказать, с риском для жизни добыл! И всё-таки не пожалел! Не пожалел! Для нашего общего дела, Василий Иванович, ничего не жалко! Конечно, не жалко! Молодец, Петька! Также так! Количество жиров в норме! Ну, на всякий случай, воду включить не дать мне! Ну, а самогонку-то ты туда зачем? Ну, так, на всякий случай! Так сказать, для куражу! Ага! Ну, если только для куражу! Ну, Петька, с Богом! С Богом, Петька, давай! Давай! Ой! Оба-на! Раз! Ой! Оба-на! Два! Оба-на! Три! Ух ты! Четыре! Пять! О, не хрен! Вот это да! Вот сколько их привалило! Что это, Василий Иванович? Нет, Петька, хоббиты! Хватай, пока не разбежались! Какие еще хоббиты? Да шучу я, Петька, шучу! Это всего-навсего твои клоны! Только вот что-то ростом они маловаты! Здравия желаю, Петька! Как сам? Здравия желаю, Василий Иванович! Здравия желаю, Петька! Как сам? Здравия желаю, Василий Иванович! Здравия желаю, Василий Иванович! Здравия желаю, Петька! Как сам? Здравия желаю, Василий Иванович! Здравия желаю, Петька! Здравия желаю, Петька! Как сам? Нормально! Здравия желаю, Орлы! Орлята! Цыплята! Неважно! В общем, все на улицу строятся! Привет! Теперь у нас, Василий Иванович, своя маленькая армия имеется Сейчас мы супостату устроим атаку клонов Да какая из тебя петька армия? Так, взвод прапорщиков, хотя если пять петек к неприятелю заслать Они ж там таких дел натворят Все, что плохо лежит, стянут, что отвинтить можно, отвинтят, а что нельзя, сломают Теперь бы их к инопланетянам заслать Почему это их? А ты что, с ними не пойдешь? Мне почему-то кажется, что они и сами управятся Да и вообще, мне как-то не по себе, когда я их вижу Ладно уж, при мне ординарцем останешься Ну и добрый ты, Василий Иванович Подписываемся, друзья, жмем на колокольчике Я кажется, действительно болен Кто б сомневался? А что случилось-то? Сейчас, сейчас, сейчас что-то такое непонятное по лестнице пропрыгало Под стол мне нагадило и на улицу убежало Ногами не било? Не било И кажется, оно было не одно Ага, опять что-то Забудь, это клоны Простите, простите, что? Забудь Забудь А клоны из тебя, Петька, все-таки отмороженные получились Хотя, неудивительно Конечно, бутылка самогона Ну и где они? Куда делись? Они уже на месте Прямо как ты, Петька Не успеешь оглянуться, а ты раз и нету Это ты, товарищ командир, гонишь Ладно, Петька, не обижайся Найдем мы твоих клонов Так, пошли за штаб За штабом будут клоны Так вот же они Кто? Клоны Здорово, клоны Здорово, клоны Здорово, здорово Так ведь это Я вам, ребята, так скажу Планета в опасности На вас одна надежда Потому как, если мы инопланетянов на куске не порвем То значит, они из нас лучи не нащеплют В общем, так, клоны Идите и воюйте А мы с Петькой не можем Потому как в канализацию из-за габаритов не поместимся Вперед Это мы можем Это нам расплюнуть Вот так вот Вперед, ребята Спасайте планету, друзья За Папу нашего Да, Затса Ой, что сейчас будет? Да А знаешь, Петька, меня посещает такое, знаешь, чувство, как будто все, что мы видим, иллюзия полнейшая Так сказать, бред больного воображения И часто тебя это чувство посещает, Василий Иванович? Чистенько Особенно, когда клонов твоих вихт И кажется мне, Петька, будто сейчас Одно тысяча Восемнадцатый год И сидим мы в банке с Фурмановым И тридцать третий портрейн из горлышка хрищи Эх Одно тысяча восемнадцатый Как далеко ты ушел Как сейчас помню Не понял А куда это, Василий Иванович, наш воздушный шарик делся? Спер кто-то Ничего удивительного Да Вот гады Такой хороший шарик был А ты как хотел, Петька Было бы удивительно, если бы не спер Ладно, пошли Подписываемся, друзья, жмем на колокольчики Смотри-ка, Петька А тарелочка-то голая Голыми руками Сработали наши клоны, друзья Как это? Голыми руками А так Нету силового поля Пропало Это видно Мои клоны постарались И ничего удивительного Ты, Петька, один что угодно сломать можешь А уж ешь ли пять Надо бы сходить посмотреть Да уж не помешало бы Тепенькая Тепенькая Отморозка Петка, со мной? Вперед к тарелке Да Нехило мои клоны разгулялись Куда только они сами делись, непонятно Может, аннигилировались А может, погибли в неравном бою Кто знает А может, они сейчас сидят где-нибудь водку пьют Да награбленные делят Так, пытаемся зайти Именем революции Открой Да нет там никого, Василий Иванович Слышишь? Тихо внутри Так, ладно Надо взять книжицу Разобрать ее В этой книжке, оказывается Какая-то штучка была запрятана Какая штучка? Пластмассовая? Да Значит, кредитная карточка Не иначе Вот она Вот ей мы откроем нашу тарелку Ну шо же Другой карточки у нас все равно нет Можно попробовать Попробуйте, попробуйте Вот так вот Все получилось Так Подписываемся, друзья Жмем на колокольчик Ну ни хрена Да-да И как этим всем управлять? Непонятно Разберемся, Петька Должны разобраться Так Что там у нас? Аппарат какой-то управления Странная какая-то выемка, Василий Иванович Да, что-то знакомое Ну я так попал На бластер На бластер похоже Да Точно Бластер И как это я сразу не догадался А бластера-то у нас нет, Василий Иванович С бластером у нас промашка вышла Бластер выручать придется Вот и пошли выручать Пошли Кнопочки, пимпочки Все мигает, светится Прям как ты, Василий Иванович С бодуна Ты, Петька, думай, что говоришь Да я так Для сравнения Пошли А где-то как Вон, пошли Пошли в деревню Пошли в деревню Налево Так Терма Так Этот уже с бутылкой водки Значит, они делят А у этой тетки Ну, бластер Так Нужно меняться Жвачку на бластер Да ты, Петька, просто маньяк Все бы тебе Что-нибудь Да выбросить надо Отойдите Нам нужно Малому дать жвачку Вот так О, отлично О Должно сработать Отдай Вы что там, Гриша, и делаете? На, вот Пошли Пошли Жвачку У меня странная У тебя, Василий Иванович К детям подход есть Его должен Педагогический талант Не ори А то он и подавиться может с перепуткой Все равно, мать У нас, Василий Иванович Просто спец по детям А, мне сначала показалось, будто Гриша раскричался Это он от радости Это тебе показалось Показалось, говорю Подписываемся, друзья Жмем колокольчик Делимся с друзьями Пишем комментарии Так К этому деду нам не надо Пошли за реку Заходим Ну Бластер уложим В выемку Отлично Ну давай, давай Попробуем Заодно и зарядим Бластер Внимание Предстартовая подготовка Введите полетную информацию Чего-чего? А ну, сука, повтори Ой, как страшно Повторяю Предстартовая подготовка Введите полетную информацию Что-то я не понял, Петька Что ей туда ввести надо? Не знаю, Василий Иванович Какую-то информацию Так, давай-ка княженцы возьмем И попробуем туда положить О! На! Получилось! Повторая информация получена Приятного вам полета Сработало Ну, держись, Петька! О, ух, полетели! Подписываемся, друзья жму На колокольчики И оставляем комментарии Делимся с друзьями И не забываем Заглядывать к нам О, как он летит красиво Ты посмотри На удивление плавно. Вот до чего, Василий Иванович, техника дошла. Да, тут тебе не там. Нет, Петька инопланетная дошла. Нашим до такого ещё... Ого, а то. Ух ты. Попали мы. Смотри, Василий Иванович, уже полетаем. Ой-ой-ой. Назовите себя или будете уничтожены. Неопознанный объект. Назовите себя или будете уничтожены. Привет, русскоязычный. Здоровый гуманоид. Встречай земли посланцев. Дипломатическая миссия и всё такое. Перетереть надо по поводу вашего хулиганского поведения. Ваши претензии неадекватны. Мы заключили с землянами договор и требуем неукоснительно исполнения всех пунктов вышеуказанного соглашения. Какой ещё договор? Этот, что ли? Ответ утвердительный. Второй экземпляр у нас. По этому договору мы можем получить всё, что посчитаем нужным. Мы решили не мелочиться. Не забрай всё планетам. Как же так? А вот так. Договор подписан с вашим представителем, царём Иваном Четвёртым. Мы решим судьбу вашей планеты в ближайшее время. Читаю ваше присутствие на нашей базе нецелесообразным. Измените курс и приземлитесь. Читаю ваше присутствие на нашей базе нецелесообразным. Приземлится. Как бы не так, трепещи, зараза. Мы сейчас у вас там всё разнесём. А тобой я сам займусь лично, понял? Внимание, агрессор. Агрессор будет уничтожен. Начинаю отсчёт. Десять, девять, восемь, минус один. Наше терпение исчерпано. Пуст. Ой. 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 Как они красиво летят. Тю-тю-тю. Ой, попали. Подбили. Ой, куда-то мы упали. Ну что, Петька? Да вроде живы. Живы-то живы. Да только интересная подробность, Петька, выясняется. Какая подробность? Во-первых, инопланетяне эти очень на всяких договорах повёрнуты. Типа, если есть на то юридические основания, они своего не упустят. Точно. А если нету? А что про это говорить, если они есть? Да, удружил ты нам, Ваня Грозный. И что теперь делать, Василий Иванович? Не знаю, Петька. Пошли, что ли, прогуляемся? Ноги, так сказать, разомнём. Заодно и подумаем. Гумекать надо, да. Здесь посидим. Можно и здесь. Не будем здесь сидеть. Пойдём прогуляемся. А это у нас наша психушка. Ну что, это радует. Что радует-то, Василий Иванович? На земле мы, Петька. И живы пока. Да, могло быть и хуже. Ой, могло быть хуже. Ой, могло быть. Мы здесь вроде не были, а место почему-то знакомое. Дежавю. Сам ты, Петька, дежавю. Это же психушка. Только с другой стороны. Мы просто снаружи никогда не были. Доставили нас сюда упакованными по пневмопочте. А оттуда нас люди в белом переместили. Всё правильно. Ну что, пошли? Не знаю, не знаю, Василий Иванович. Сейчас санитарно бегут, скрутят и всё. Могут даже ногами побить. Не бось, не скрутят. А если что, Анка заступится. Заступится. О-о-о. А это у нас кто ещё такой? Осторожно, Василий Иванович. То, что всех лет на комнате сидел. Это самый главный псих. Недаром его в отдельной палате держат. Изобретатель. Подожди-ка. А почему же тебя в психушке держат? Я точно не знаю. Наверное, для конспирации. Правда, в ходе моих экспериментов случайно произошла парочка катаклизмов. Ну, это к делу не относится, я думаю. Побочный и деструктивный эффект всегда запутствует великим изобретением. Да, и что ж ты изобрёл? Пылесос? Это самая настоящая машина времени! Погодь, погодь. Так это ты, значит? Так это из-за тебя нас по всему свету белому и чёрному швыряет? Ну что вы! Моя машина времени ещё ни разу не запускалась. Даже испытания почти не проходили. Ну, почти. А кто ж нас тогда так? А почему не запускалась? Для успешного запуска машины времени мне нужно зарядить вот этот мегамолекулярный конденсатор. Но, боюсь, ничего не получится. Не получится, говоришь? А надо, чтоб получилось. А нам-то это зачем, Василий Иванович? Понимаешь, Петька, надо нам в прошлое переместиться. Да, к Ивану Грозному. Чуточку пораньше. Надо, Петька, так сделать, чтобы этот договор злополучный подписан не был. А ведь ты прав, Василий Иванович. Тогда инопланетяне от нас по-любому отстанут. Должны, во всяком случае. Чтобы эффект бабочки не получился. Я подумал, что мог бы помочь вам, если бы вы предоставили мне компактный и мощный источник энергии. Во-первых, подслушивать нехорошо. А во-вторых, где же мы его тебе возьмём? Подумайте. Идите в тарелку. Так, тут у нас ничего нету. Подписываемся, друзья, жмём на колокольчик, оставляем комментарии. Делимся с друзьями. Заглядывайте к нам. У нас всегда интересно. Так. Мне приятно злой. Хм. Набас! Забираем. Послушай, Петька, а он, кажется, опять зарядился. Ага. Вот, здорово! Давай пальнём! Нет, Петька, пулять мы никуда не будем. Пошли. Пошли к этому психу-изобретателю. И что характерно, Петька, мы опять на то же место приземлились. Не знаю, даже, Василий Иванович, хорошо это или не очень. Хорошо, Петька, хорошо. В нашем деле главное стабильность и чтоб без неожиданностей. Вот так. Так, ну что, друзья? Да что ты, Петька, это же псих. Доверь ему такой, так и до беды недалеко. Ну-ка, давай, тут тарелку его положим. О! Смотри, как всё подходит. Можно и зарядить. Заработало! Олергия прошла. Олергия прошла. Так, ладно, друзья. Ух ты ж! Что, Петька, нравится? Ага. Ты только на эту... Ну что, мы на этом закончим. От путешествия в следующей части уже попадем. Туда, во времени Ивана Грозного. Всё, сохраняемся. Ну вот здесь нашли позиции. Отличная. Ну и выходим из игры. Пока, друзья. До новых встреч. Смотрите в следующем эпизоде. Петька. Ну вот такая Сиганка у нас. А ты позолоти ручку, детишкам-то мне надо принести чего-нибудь. Ого. Женщина! Тебе русским языком сказали! Вали отсюда! А ты мне тут не приказывай! А то я сейчас плюну тебе в глаз, на всю жизнь косоглазма останешься! Ого как! Петька, лучше его не спить. А то ведь она правда плюнет. А как же нам через неё-то пройти? Не знаю, Петька. Только так она всё равно не уйдёт. Вот так вот. Приходите ещё, друзья. С вами интересно.